58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, новейшие образцы техники, включая пару самолетов пятого поколения Су-57. На полигоне в Дубровичах прошел всероссийский этап конкурса «Авиадартс». Зрительские трибуны были заполнены. В числе приглашенных гостей командующий ВВС Андрей Юдин и командующий дальней авиации Сергей Кобылаш, а также представители правительства, администрации и общественных организаций. Перед началом «Авиадартса» люди смогли осмотреть представленные образцы военной техники. Инфраструктура, полигоны, аэродромы, дальней авиации на сегодняшний день являются примером своих возможностей. Поэтому видите, что здесь отличные условия для зрителей, отличные условия для летчиков, которые позволяют проводить в таком замечательном формате. При этом инфраструктура полигона позволяет здесь и посмотреть технику и расположиться хорошо. При этом все абсолютно безопасно. В конкурсе приняли участие 60 экибажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Через несколько минут начнется самая зрелищная, интересная часть соревнований «Авиамикс». Мы станем свидетелями высочайшего мастерства лучших пилотов России. Увидим широкие возможности в современной боевой авиатехнике. Сегодня военная авиация – это высокотехнологическая, надежная часть обороны воздушных границ нашего государства. Игорь Греков подчеркнул, что в нашем регионе базируется одно из наиболее профессиональных летных соединений страны. Сформировано оно было еще в годы Великой Отечественной войны. В прошедшие выходные рязанские летчики соревновались с коллегами в различных зачетных дисциплинах. Они провели воздушную разведку, показывали техники пилотирования и состязались в боевом применении по наземным целям. Впервые для зрителей была продемонстрирована параллельная заправка двух бомбардировщиков Су-34 от танкера Ил-78. Был разыгран тактический эпизод под названием «Авиамикс». Он подразумевает прорыв системы противовоздушной обороны противника, поражение его тактически важных объектов. На полигоне Дубровича разместилось около 60 уникальных наземных целей. Это аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше и многое другое. Всего летчики применили более 10 тонн средств авиационного поражения по наземным целям. Например, нанесение массированного бомбового авиаудара парой самолетов Ту-22М3 затратило 6 тонн боеприпасов. Зрители увидели и воздушный бой истребителей Су-35С. Летчики демонстрировали свое мастерство и навыки управления воздушным транспортом. На учениях были задействованы и несколько групп спецназа. Был продемонстрирован спуск на лебедке с вертолета Ми-8. Как отметил ведущий, этот этап при всей своей простоте на практике необычайно сложен. Вертолет должен держать заданную высоту и не подниматься и не опускаться. В соревнованиях приняли участие и известные российские пилотажные группы. Беркуты, Соколы России, Русские Витязи и Стрижи. Мертвая петля, вираж под развернутым углом, переворот, спираль, горка. Все это названия фигур пилотажа, которые были продемонстрированы публике. Итоги конкурса «Авиадарс» будут подведены 2 июня в семи номинациях по родам авиации. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».